Большая пресса получает Пулитцеровскую премию за Россию, Россию и еще раз Россию. Моника Шуэлтер, Американ Тинкер, США. 18 апреля 2018 года. Похоже, что Пулитцеровскую премию теперь вручают тем, кто мутит воду, а не тем, кто обнаруживает правду. Если бы правда по поводу расследования российского сговора была важной, то в таком случае эту премию получил бы Девин Нуниес, Девин Нуниес, глава Комитета по разведке Палаты и представителей Конгресса США, разоблачивший неправомерное поведение ФБР и Обамы в ходе расследования этого фиктивного скандала. Вместо этого награды за освещение данной темы поделили между собой газеты New York Times и Washington Post. Премия за публикации по внутренним проблемам досталась газетам New York Times и Washington Post за их освещение возможных связей господина Трампа с Россией, так были отмечены стойкие поборники журналистики, рассказавшие общественности о тайной деятельности Белого дома и его хозяина господина Трампа, несмотря на сильное недовольство со стороны президента. Вот как сама газета New York Times воспела свои достижения, связанные с отмеченными премией и публикациями. Работа сотрудников New York Times была удостоена премией за освещение внутренних проблем, поскольку они изменили понимание нации российского вмешательства в выборы 2016 года. Они пытались выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом господина Трампа и Россией. Кроме того, они пытались дать ответ на вопрос о том, не предпринимались ли со стороны господина Трампа попытки помешать проведению расследования. New York Times разделила эту награду из газеты Washington Post. Объявление о присуждении премии было сделано в тот день, когда специальный советник Роберт Мюллер, Роберт Муэллер, сообщил о том, что многие новостные публикации о расследовании возможного сговора между Трампом и Россией были ложными. Публикация о России, о России еще раз о России в газетах New York Times и Washington Post, она тоже получила эту премию, во многом способствовали замутнению политической воды и созданию хаоса в администрации президента Трампа, а основаны они были на утечках из источников глубинного государства, дея в статье, представители которого все еще не могут смириться с тем, что президент Трамп одержал победу над Хилари Клинтон. Именно эти сообщения стали основанием для решения о проведении специального расследования в отношении Трампа, что подтвердила и газета Washington Post, опубликованные в пост разоблачительные материалы по поводу России, включая информацию о контактах между российскими фигурами и партнерами и советниками президента Трампа, помогли создать основу для специального советника при проведении им расследования деятельности нынешней администрации. Но все это оказалось пустым местом, а затем последовали истерические утверждения со стороны левых о том, что Трамп был в сговоре с русскими, а сделано это было для того, чтобы украсть победу на выборах у Хилари Клинтон. Подобного рода вещи не требуют особых навыков журналистской работы, с самого начала было ясно, что злонамеренные источники глубинного государства производят утечку материалов, а их анонимность защищается указанными газетами, которые затем получают премии. Перечисленные публикации не являются плохой информацией, и, кроме того, не было очевидных признаков того, что эти газеты позволили использовать себя в качестве пешек. Однако совершенно очевидно, что они не находились в настоящей блестящей лиге, попадание в которую вполне заслуживали публикации в Нью-Йорк Таймс о деле Харви Вайнштейна. А еще больше такой чести заслуживали материалы Ронана Фэрроу, Ронан Фэрроу, о Харви Вайнштейне в журнале Нью-Йоркер, а сделано это было несмотря на серьезные проблемы у источников, несмотря на противодействие самого Вайнштейна и позиции тех изданий, где автор хотел опубликовать свои статьи. Вся динамика публикаций, связанных с Россией, в итоге привела к созданию атмосферы безумия, и в результате появилось большое количество плохих статей и материалов, в том числе на телеканале CNN, которые искажали факты, полагаясь на данные, полученные от оперативника Демократической партии Адама Шифа, Адам Шиф, и сотрудников его аппарата, как на единственный источник. После этого были опубликованы ложные сообщения, которые в конечном итоге привели к увольнению журналистов, включая одного лауреата Пулитцеровской премии. Но это также повлияло на тех, кому в итоге досталась премия, в том числе на Нью-Йорк Таймс, которая позволила себе быть пешкой в политической игре Бена Ротца, Бен Родес, Эндрю Макейба, Андрео Мчебе, и Джеймсе Коми, Ямес Чамый, а также других членов из их лиги. Одна из таких публикаций была основана на утечке, в которой сообщалось о том, что поводом для всего расследования ФБР в отношении России стало не досье Кристофера Стилла, Черестопер Стилле, а сообщение одного австралийского дипломата, который имел разговор с пьяным советником Трампа в Лондоне, а затем передал его содержание в Вашингтон. Дело это предельно очевидное, пресса позволила своему влиятельному представителю выступить в роли мегафона сомнительных политических оперативников, решительно настроенных на то, чтобы изменить нарратив. Вот что написал в Твиттере по этому поводу глава информационной службы телеканалов ФОКС НЮЗ БРИТХЮМ, БРИТЮМЕ, РЕМЕН ГРУНТЕЙОНЛЫГАВИАУТ ПРИЗИСФОРСТУРИИСОФТЕРТЕЙПАНИТАУТГООТЕМЕСЬ. ГООТЕМЕС ХТТПС ДВОИТОЧИЕ СЛЕШ СЛЕШ ТОЧКА ЧИСЛЕШ РХД 54 КЮР ХНХ, БРИТЮМЕ, СОБАКА БРИТЮМЕ, 17 апреля 2018 года БРИТЮМЕ СОБАКА БРИТЮМЕ Помните то время, когда премии присуждались за те материалы, которые приносили результат. Хорошие были времена. А вот ответ Стива Шмидта, Стиви Шмидт, на твит Хьюма, АРИУСУ ГЕСТИНКТАРИАРИНАТИИСБИТУИН РУССИАНСАНТЕПРЕСИДЕНСАННЕР ЧЕРЧИЛЕ ИДЕНТУНДЕРСТАНТЬЯУРАПЕНТ, Стиви Шмидт, СОБАКА СТИВИШМИТТЕС, 17 апреля 2018 года Стиви Шмидт, СОБАКА СТИВИШМИТТЕСС Вы полагаете, что нет связи между русскими и близким окружением президента Трампа? Я не понимаю вашу точку зрения. А вот реакция Хьюма, РЕРИАТТИТИМЕСТВИЙТЕЙДИТСПЕАКСАВПАСИБЛИТИЮС, ПЕРАПСЬЮ ШАУЛ ТАСКТИТИМЕСУ АТТЕЙМИАН, БРИТЮМИ, СОБАКА БРИТЮМИ, 17 апреля 2018 года БРИТЮМИ СОБАКА БРИТЮМИ Перечитайте твит Нью-Йорк Таймс. Там говорится о возможных связях. Может, вам лучше спросить сотрудников Нью-Йорк Таймс о том, что они имели в виду. В агрегаторе Туичи можно найти весьма истеричные ответы пользователей Твиттера, которые обращают внимание на сходство между Нобелевской премией мира Обамы и этой наградой, а также на фырканье имеющих голубую верификацию журналистов из болота.